МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 22 января. Вы смотрите ЗАМАН. В студии для вас работает София Бляева. Здравствуйте. Семеро украинцев погибли в результате терактов в столице Афганистана. Об этом сообщил чрезвычайный полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитек. Известно, что среди погибших украинцев пятеро мужчин и две женщины. Сейчас готовятся спецрейсы с Киевом, который должен забрать тела погибших. Вечером 20 января террористы напали на отель Интерконтиненталь. МИД Афганистана сообщает о 14 погибших иностранцах и четверых афганцах. Боевики ворвались в гостиницу в центре Кабула и начали стрелять в гостей и персонал. Использовали также гранаты. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Талибан». Украинский МИД требует немедленно допустить врачей к политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщила представитель ведомства Марьяна Бетца в своем твиттере. После обвинительного решения так называемого Раздольнинского суда Владимира Балуха перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Там он ожидает этапирования в колонию-поселение. Адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе написала жалобу на действия так называемой судьи. Судья вынесла решение о том, что этапировать Балуха в колонию-поселение можно только под конвоем. Мотивируя тем, что он якобы может попытаться избежать наказания. При этом он, ожидая обвинительного приговора, не делал попыток избежать из-под домашнего ареста. И никаких оснований утверждать это нет. Не надавайте медичную допомогу, нелюдянесть и жорстокість вимагаемо від РФ допустити лікарей в дополіт вязня Володимира Балуха. На прошлой неделе под контрольным Кремлемом Крымский суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения штрафу 10 тысяч рублей по сфабрикованному делу. Сотрудники ФСБ в 2016 якобы нашли на чердаке его дома боеприпасы. И адвокаты Балуха, и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессии за своей проукраинской позиции. Фигурантов Бахчисарайского дела о терроризме отправили на психоэкспертизу. Серана Салиева и Сервера Зигиряева поместили в психиатрическую лечебницу на обследование. Об этом написал в Фейсбук российский журналист, работающий в Крыму, Антон Наумлюк. По его словам, они пробудут там 28 дней, и всех фигурантов этого дела будут отправлять на психиатрическое обследование по двое. В прошлом году, 11 октября, российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибраимов, Марлен Асанов, Мюмед Белялов, Серан Салиев, Сервер Зигиряев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». В так называемом Центральном райсуде Симферополя в эти минуты должно начаться слушание по так называемому делу 26 февраля. В прошлый четверг повторно допрашивали фигурантов этого дела. Один из вопросов подсудимых поставил обвинение в тупик. Мустафа Дагерменджи заявил ходатайство с просьбой разъяснить, в какой именно стране произошло преступление, которое им инкриминирует и какие законы они якобы нарушили. Так называемый прокурор на эти вопросы ответить не смог. Али Асанова, Мустафу Дагерменджи, Эскендера Кантемирова, Талята Юнусова, Эскендера и Мирвалиева обвиняют в участии в массовых беспорядках 26 февраля 2014 года под стенами парламента Крыма. Асанов и Дагерменджи два года отсидели в СИЗО, сейчас они под домашним арестом. В деле против члена регионального феодосийского Миджлиса, которого обвиняют в сепаратизме, Сулеймана Кадырова объявили перерыв. После обеда слушания продлят. Во время утреннего заседания судьи зачитывали материалы дела. После перерыва планируют пересмотреть видеозаписи, которые якобы доказывают распространение в соцсети публикаций, где, по данным оккупантов, содержатся призывы к нарушению территориальной целостности России. Сам общественный деятель и его адвокаты называют дело против него предвзятым. Сулейман Кадыров с первых дней аннексии занимается правозащитной деятельностью. Имея юридическое образование, он неоднократно защищал и представлял права преследуемых оккупантами соотечественников. Мы осмотрим ту самую видеозапись, репост, который, по мнению обведения Сулейман Кадыров, который, также по мнению экспертов ССБ, содержится призыв к нарушению территориальной целостности России. Остаться без кормильца и мужского плеча. Как это знают жены фигурантов так называемого дела ВИДЖЕ КАШКА? Общественное объединение АККАЯ запустило серию фильмов о семьях политзаключенных. Первый фильм о семьях Асана Чапуха, Бекера Дагерменджи, Руслана Трубача и Кизима Аметова. Против мужчин сфабриковали дело якобы за вымогательство. Все четверо сейчас содержатся в СИЗО. Там у Асана Чапуха и Бекера Дагерменджи резко ухудшилось состояние здоровья. Всех четверых мужчин задержали в прошлом году, 23 ноября, по надуманным обвинениям. В тот день с ними была ветеран крымско-татарского национального движения ВИДЖЕ КАШКА. Во время так называемой спецоперации ей стало плохо. Через несколько минут женщина умерла в карете скорой помощи. Просто хотели помочь очень знаменитой легендарной бабушке ВИДЖЕ КАШКА, которую мы любили как свою. Нет хозяина. Нет, как говорится, ни рук моих, ни мыслей моих. Все, что в нем было, как говорится, отрезано от мира. ВИДЖЕ КАШКА Тяжело. Сейчас мне его не хватает. Не хватает его поддержки. Не с кем посоветоваться. Очень тяжело, когда, прожив 30 лет с мужем, ты остаешься одна. Осталось без денег. Пенсию не дают. Есть маленький ребенок, его нужно водить в школу. Как его отвезти, не знаю. Осталось без денег. Пусть никто не сомневается, что ни они сами, ни их семьи не останутся без внимания соотечественников. И каждый из нас, чем может, будет помогать всем, кто сегодня преследуется российскими властями. Одна единая соборная Украина. С таким лозунгом около двух сотен человек приняли участие в акции «Живая цепь соборности». Участники с обоих берегов в Киеве пронесли 30-метровый флаг Украины и объединились в центре моста Патона, образовав живую цепь. Ровно сто лет назад Центральная Рада приняла четвертый универсал, а еще через год в тот же день Украинская Народная и Западноукраинская Народные Республики объединились в одно государство. Западные и Восточные берега теперь ежегодно объединяют символической цепью. Единение. Этот год не исключение. Вважаю, что это очень необходимая вещь. Мы должны объединяться, должны знать свою историю, изучать. Особенно детям, чтобы про это больше рассказывать. Подручники написали это все. В 2008 году мы с коллегами решили, что нам набридло смотреться на акции, которые с разными пестрявыми политическими прапорами. Мы хотим сделать какой-то захват, который будет символизировать справедливость, единственный колор, синьо-желтый. После этого нам это удалось. Первый раз нам это понравилось. Мы ходили по Киеву, рассказывали другим местам про то, что есть такое свято. И на следующий раз нам больше пришло. И так пришло уже год за годом. Кроме этого, флаг Украины развернули и на админграницы с оккупированным Крымом. Акцию провели в городе Армянск в честь Дня Соборности Украины. На акцию пришли несколько сотен человек. Праздник отметили национальным гимном и лозунгами «Слава Украине!» И покажем, что мы прожим в Козальковом роду. Триумфальное возвращение после двухлетнего перерыва. В Киеве прошел галоконцерт «Талант-шоу Татласес», который собрал на одной сцене самых талантливых детей из Крыма, материковой Украины и зарубежья. За победу в четырех номинациях сражались более сотни конкурсантов. Чем удивляли гостей, членов жюри «Дети» и кто победил, расскажут мои коллеги. Зажигательные танцы и ритмичные барабаны. Такой аутентичной музыкой неповторимым исполнением зрителей поражает ансамбль «Отеж» – огонь. Их танец олицетворяет символ народа, демонстрирует силу духа. Именно с выступления «Отежи» начинается талант-шоу «Татласес». Прежде чем выступать на главной сцене в столице, конкурсанты должны были победить в отборочных турах. И вот теперь победители встретились на одной сцене. Ирина Сосновская в 2010-м уже побеждала на «Татласес». Рассказывает, участие в таком конкурсе – это шанс для каждого конкурсанта. «Татласес» – это шанс для ребенка, который начинает свой путь к сцене, к эстраде, к славе. А вот ансамбль из Мелитополя «Кузель Крым» – открытие этого года. На конкурсе таланта впервые, поэтому готовились очень тщательно. Специально для этого выступления шили концертные костюмы. Бесконечные репетиции и вера в победу дали свой результат. Зал взрывается овациями. В это время за кулисами к выступлению готовится ансамбль «Крыма и лесы» – «Крымская семья». Его участницы перед выступлением очень волнуются. Но крепкие объятия друзей возвращают уверенность. Крымско-татарский старинный танец с кувшинами. Его раньше танцевали девушки, и они набирали в воду кувшины и с ними танцевали. Это 12-летняя Диана Максименко снова в Алексеевке. Рассказывает, что к выступлению на столичной сцене серьезно готовилось несколько месяцев. Готовит к этому конкурсу у нас прекрасный педагог имени Зиодин. Большое ему спасибо. Специальный гость конкурса «Татлесес-2018» – украинская певица Иллария. Я сегодня получаю невероятное удовольствие от танцев, песен. Для меня все новое, мне все очень интересно. Впервые на конкурсе «Татлесес» гости из Литвы и руководитель ансамбля «Илсу» рассказывает, приехали за впечатлениями и чтобы услышать родной язык. Мы приехали поддержать крымских татар, те, которые восстанавливают эту программу, которые ее делают в этот раз первый раз в Киеве. Конкурс решено было провести в столице. В этом году девиз «Талант-шоу» сохранить и передать древние традиции. Сто детей приехало. Это первый раз на материке такого уровня концерт. Мы хотели бы и надеемся, чтобы все-таки государство услышит и подхватит эту инициативу. Мы вкладывать должны в них, что называется патриотизм, что называется родина. Это подтверждение того, что мы, как политическая нация, мы хорошо понимаем, насколько мы важны один для одного. И именно дети это подтверждают, потому что они наше будущее. В этом году лучших выбирали в четырех номинациях. Хореография, вокал, художественное слово, инструментальное искусство. Влаши возрастной категории победителями конкурса в номинации «Вокал» стали первое место Курситова Емилия, второе Курситова Медине, третье место Лукашук Майе. Первенство в номинации «Инструментальное искусство» получил Рустам Амиратли. Лучшим хореографическим ансамблем признали «Отеж», «Крымая лисы» и «Бадем». В номинации «Художественное слово» победу одержала 15-летняя Нурья Джилиалова за стихотворение «Крым». Детский конкурс инициировал телеканал ТР в 2009 году. В нем принимали участие дети разных национальностей, по традиции. Исполняли гимн «Татлы Сес», что в переводе означает «Сладкий голос» и гимн крымско-татарского народа. Елена Царенко, Елена Сидбулаева, Максим Кадратенко, Никита Проскурин. «Заман АТР». Это все, что мы успеваем вам рассказать. Следующий выпуск «Заман» уже менее чем через час. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова